Милитаризация общества Это приведет к бедности. Возможно, если мы тупые. А вот у финнов это почему-то привело к богатству. У кайфариков-французов и работящих немцев, живущих в Швейцарии, милитаризация тоже привела к такой бедности, что они ренту своим гражданам по 2500 долларов каждый месяц выдавать готовы были. Есть еще одно милитаризованное бедное государство. Очень милитаризованное и очень бедное. Сингапур. Бедный Израиль. Нищий Израиль. Нужно милитаризовать общество. Настолько, чтобы мы были очень-очень опасными как враги при определенном раскладе, если геноцидальная Турция будет распадаться, чтобы мы смогли воспользоваться этим. Если ты будешь сильным, богатым или нищим милитаризованным, что одно и то же. Ну, условно, нищие. Это я для наших псевдопацифистов, виктимных наших аморфных существ, которые все время говорят, вай-вай, милитаризация, о чем ты говоришь? А как же наши либеральные ценности? Что бы мы ни выбрали, должны быть сильными. Должны быть богатыми. Быть армянином должно быть выгодно и должно порождать чувство гордости. Это должно быть выгодно для любого армянина в диаспоре. Для любого гражданина любой национальности, проживающего в Армении. Это должно быть выгодно все, что связано с Арменией. А чтобы это было выгодно, еще раз говорю, нужно идти по пути обнищания, которые прошли Финляндия, Швеция, Швейцария. Между прочим, Швейцария тоже милитаризованный нейтралитет держит. Сингапур, Израиль. Если ты будешь сильным, богатым государством, при определенном раскладе ты можешь и в Баку зайти, и в Ташкент, и в Пекин. А может быть и там, не знаю, в Оттаву. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!